Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Мы продолжаем повторять историю России и историю СССР в понятиях и терминах. Понятие 33-е, пятилетка или пятилетний план. Пятилетка – это метод планирования развития стран, который включает разработку целевых показателей социально-экономического развития на срок 5 лет. Пятилетнее планирование стало возможным только в Советском Союзе и использовался как инструмент быстрого экономического развития Советского Союза с 1928 года. Планы разрабатывались централизованно, в общенациональном масштабе, специально созданным государственным органом Госплан СССР. Госплан работал непосредственно под руководством Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Почему было возможно пятилетнее планирование в рамках целой страны Советского Союза? Да дело в том, что не было частной собственности, а условия государственной собственности на средства производства и колхозно-кооперативной собственности позволяли спланировать в рамках и масштабах целой страны. Надо сказать, что пятилетние планы в качестве основного инструмента планирования применялись во многих странах. Ну прежде всего в социалистических странах после Второй мировой войны. Это страны социалистического блока, которые применяли пятилетнее планирование. Скажем, Албания с 51-го, Болгария с 48-го, Венгрия с 50-го, Польша, Румыния с 51-го, Чехословакия с 49-го, Куба с 76-го, Монголия с 45-го. Но надо сказать, что и несоциалистические страны также применяли пятилетнее планирование. И таких стран тоже не менее трех десятков. Это и Аргентина, и Бурундия, и Египет, Индонезия, Ирак, Иран, Камерун, Камбоджа, Мали, Марокко, Непал, Пакистан, Сирия, Франция даже, Япония, Сомали, Турция, Южная Корея, пятилетки Южной Кореи с 1962 по 1996 год. В современных условиях пятилетнее планирование проводится в Белоруссии с 1996 года, во Вьетнаме с 1958, в Индии пятилетки с 51-го года по март 2017 года, в Китайской Народной Республике до сих пор пятилетнее планирование, то есть пятилетки. В Малайзии с 1966-го, 20-го столетия, в Бутане, пятилетки Бутана, ну и ряд других стран на планете. То есть пятилетнее планирование, оно очень даже, очень даже хорошо ужилось на планете. Вот. Надо сказать, что пятилеткам посвящено очень много различных, ну различных и произведений, и музыкальных, и художественных. Одно сказать, что даже Оруэлл в своей знаменитой книге «1984 год» также использовал вот этот мем «Пятилетка в четыре года», тоже его обыграл. Дело в том, что в Советском Союзе в рамках социалистического соревнования первые две с половиной пятилетки, то есть третью пятилетку разорвала Великая Отечественная война. Она не состоялась, только два года просуществовала третья пятилетка. Так вот, в социалистическом соревновании рабочие и трудовые коллективы брали обязательство пятилетку четыре года завершить, то есть этот план выполнить. В три года, даже в два с половиной года. Особенно это удавалось шахтерам, трактористам, то есть людям, которые могли выполнять нормы и перевыполнять их в два раза, в три раза, то есть достигать тех результатов, которые могли бы быть в течение пяти лет, они их достигали в течение трех с половиной-четырех лет. Поэтому вот совершенно нормальное выражение «пятилетка в четыре года». Поэтому пятилетнее планирование руководилось газпланом и использовалось как инструмент ускоренного или быстрого развития, социально-экономического развития страны. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...